Прежде всего, спасибо большое за приглашение. Очень жаль, конечно, что в этом году не удастся пообщаться в неформальной обстановке. А еще очень жаль, что достанется в беженке с конференцией, которую почти все ученые любят коллекционировать. Но, тем не менее, прежде всего, предпосылки. Прежде всего, увеличение двух и более амплификаций генов стволовости приводит к развитию способности опухолевых клеток для дифференцировки. То есть зрелые опухолевые клетки могут дифференцироваться до стволовых опухолевых клеток. И это определяет способность к образованию метастазов. Также в этой статье было показано, что у 32 пациентов, которые получали неодиуматную химиотерапию, в остаточной резидуальной опухоли не было таких амплификаций. И у них в 5-летний период наблюдения метастазы не возникли. Но противоположность, у 30 пациентов, у которых было 2 и более амплификации, метастазы возникли у 50 пациентов. Отсюда мы сделали достаточно простой вывод, что наличие амплификации геносволовости – это необходимое, но недостаточное условие для возникновения метастазы. Должно быть что-то еще. Мы начали искать. Вот нам встретилась в 2018 году статья Милана Ильича с коллегами, которые показали, что под действием химиотерапии происходит репликативное старение опухоли. В опухолевых клетках угнетается синтез РНК белков, они теряют способность к делению. Но после воздействия цитостатиков и гормональных препаратов, участие опухолевых клеток за счет активации ВНТ-сигналинга происходит стимуляция образования опухолевых стволовых клеток и прогрессия. ВНТ-сигналинга – это большое количество генов, более 150 генов, огромное количество функций. Вот здесь вот они перечислены. Это и клеточная пролиферация, адгезия, эмиграция и так далее. И основываясь на этих данных и на наших данных, исследованиях дедифференцировки зрелых клеток, мы предположили, сформулировали такую рабочую гипотезу, которая объясняет прогрессию участия больных с двумя и более амплификациями. Предполагается, что для прогрессирования опухоли в остаточной резидуальной опухоли должны быть амплификации генов стволовости, это необходимое условие, и амплификации генов ВНТ-сигналинга. Это достаточное условие. Амплификации генов ВНТ-сигналинга обеспечивают выход из репликативного старения, амплификации генов стволовости в результате программы дедифференцировки и прогрессирования. Ну и наше исследование, собственно, посвящено идентификации генов в антисигнале, которые могут принимать в этом участие. В анализе было включено 62 пациента больных, хердонегативный рак молочной железы. После проведения неодевантной химиотерапии мы провели некроматочный анализ полногеномный. У 32 больных не было амплификации генов стволовости, и у них метастазы не возникли. У 30 больных были 2 и более амплификации генов стволовости, и у 15 развились гематогенные метастазы. Далее, по сути дела, мы провели достаточно такой интересный, на мой взгляд, биоинформатический анализ. Прежде всего, мы определили частоты дилеции и амплификации по всему геному у обеих групп пациентов с метастазами и без метастазов, и посмотрели разницу, где есть, в каких локусах есть наибольшая разница в частоте дилеции и амплификации. Таких локусов было выделено 21. Вот они здесь представлены. Путем начитания мы это сделали. Из 150 генов ВНТ-сигналинга в этих локусах локализованы 27 генов. Они тоже здесь перечислены. Мы аннотировали эти гены в отношении активности ВНТ-сигналинга и разделили их на три группы. Первая группа – это группа гены-активаторы, их стимуляция или их экспрессия приводит к активации ВНТ-сигналинга. Во вторую группу вошли гены-негативные регуляторы, соответственно, их экспрессия приводит к угнетению ВНТ-сигналинга. Ну и третья группа – плеаморфные гены. Они могут выступать в одних случаях как позитивные регуляторы, в других случаях как негативные регуляторы. Но их функция, таким образом, достаточно спорная. Ну и таким образом, мы вот эту третью группу исключили из анализа, поскольку она такая непонятная, непонятно, что с ней делать. А первые две группы достаточно определены. И в итоге в этот список в окончательном вошли 22 гена, из них 12 активаторов и 7 негативных регуляторов. В соответствии с рабочей гипотезой мы предполагаем, что способствовать метастазированию должны амплификации локусов генов-активаторов и делеции локусов генов-негативных регуляторов. В то время как ингибировать метастазирование должны делеции локусов генов-активаторов и амплификации локусов генов-негативных регуляторов. Здесь это на слайде показано. Такие рецепортные взаимоотношения. Соответственно, такой формулировкой была разработана бальная система, когда при амплификации активаторов ВНТ-сигналинга или дилеции негативных регуляторов к общей сумме балла прибавлялся 1 балл. И наоборот, при дилеции активаторов и амплификации негативных регуляторов от общей суммы балла отнимался 1 балл. Ну и вот здесь представлено распределение наших 30 пациентов. И мы видим, что у пациентов, которые метастазировали, большее количество амплификаций генов активаторов и большее количество дилеции генов негативных регуляторов. И у пациентов, у которых не было метастазов, все точно сюда наоборот. И в итоге мы видим, что у 93% 14 из 15 больных с метастазами имеют суммарный балл больше нуля. И 93% больных без метастазов имеют суммарный балл равно нулю или меньше нуля. Различия между группами статистически значимы по двухстороннему критерию Фишера и по локранговому тесту при составлении диаграммы Каплана-Майера. Достаточно серьезно различается безметастатическая выживаемость. У тех, у кого меньше нуля или равно нулю, практически стопроцентная выживаемость. Ну а если взять всю группу 62 пациента, то вот таким вот образом выглядит тревая. И уже здесь уровень значимости резко увеличивается по критерию Фишера 9,9 на 10 минус 11 степени. И еще один интересный момент мы увидели, что если смотреть общую сумму балла, то она очень четко коррелирует со временем возникновения метастазов. Чем больше, тем раньше возникает метастаза. И коэффициент корреляции, ну учитывая, что это небольшое количество пациентов, всего 15, коэффициент корреляции минус 0,55. Мы сделали следующий шаг. Мы проверили это предположение, что тотальная сумма баллов будет коррелировать с временем возникновения на клеточных культурах. Мы исследовали 4 наиболее известные клеточные культуры рака молочной железы. МСФ-7, БТ-474, МДА-231 и БТ-549. Оказалось, что наибольшее количество баллов имеет МСФ-7, далее БТ-3, МДА-2 и БТ-549-0. Оказалось, вот это данные литературы, что частота образования мамосфер у МСФ-7 и БТ-474 примерно одинаковая. Частота образования мамосфер у МДА ниже, чем МСФ-7 и БТ. Причем в первом исследовании здесь примерно в два раза ниже, а вот во втором исследовании показано, что в 10 раз ниже. А частота образования мамосфер БТ-549 ниже, чем МДА, то почти в 20 раз. То есть самый-самый низкий уровень частоты образования мамосфер, и это соответствует тотал скор, равный нулю. Ну и заключение. В настоящее время слишком агрессивному лечению подвергается более 80% больных раком молочной железы. Врачи перестраховываются, полагая, что лучше дать лечение большему количеству больных, чем пропустить кого-либо. Ну и без внедрения генетических методов исследования это, конечно, справедливо. Мы показываем, что только 25% больных раком молочной железы нуждаются в агрессивном лечении с использованием химиотерапии до лечения и после операции. 50% больных достаточно проведения только операции, поскольку у них нет амплификации гена стволовости, и эти больные не будут метастазировать. И еще 25% больным нужна операция и химиотерапия перед ней, перед операцией, для того, чтобы элиминировать амплификацию гена стволовости. Вот это наши лаборатории, сотрудники, которые принимали участие, работа поддержана грантом РФФИ. Ну и особая благодарность. Спасибо за внимание.